Как вы можете заключить договор, если нет решения общего собрания? Поэтому, если вы подписываете такой договор, вы действуете в обход закона, вы действуете неразумно, вы действуете недобросовестно, и вы будете краснеть, бледнеть, бледня-бледнёй, и будете стоять вот так бледня-бледнёй перед судьёй? Вам это надо? Просто с этим не встречался никогда. А у вас в опыте есть, чтобы его реально подписывали вот таким образом и имел законную силу? Нет, такого я не встречал ни разу. Нет на них кнопки пипата. Вот была бы кнопка пипата, знаете, пришёл, бац, и сразу всё стало хорошо. Сразу всё стало здорово, и всем сразу всё понравилось. Но, к сожалению, такой кнопки на наших с вами компьютерах нет. Мы вправе с вами бить ревогу, и следует провести расследование. Кто это сделал? Многочисленные мошенники из управляющих, ресурсоснабжающих организаций. Они стараются нас обмануть, действуют в обход закона. Раз ты присоседился. А почему я за тебя должен платить? От него ведь можно ещё и заразиться этой дурью. Что нам подсовывают? А нам подсовывают фуфло. Ну и где они? А их нет. Связи между этими документами нет. Исполнение-то решения где? И что вы потом будете в суде рассказывать? Вы когда подписывали, вы куда смотрели? Акцептировать? Либо акцепт на иных условиях. Отказ от акцепта. Очень важная статья. Я заключу с вами договор при условии. И вот это будет считаться разумным, добросовестным и пытается обмануть нас любыми способами. Сразу получите всё. Причём это получить на халявку без денег, без услуг и без работ. А документов-то нет. Важнейшая часть. Нет договора, нет разговора. Но её следует забыть. Выбрасываем в помойку. Это мусор. А следует пользоваться нормами права. К более сложным вопросам перейдём. Вы же не знаете норму процессуального права. Вы сами самостоятельно исследуете. Запоминаем это. Какой закон должен быть применён? Многочисленные факты нарушения закона. Пришли непонятно кто ворвались в квартиру. Когда вы с этим вопросом разберётесь, тогда и приходите. Будут документы, приходите, будем разговаривать. Пока их нет. Никого допускать нельзя. Итак, добрый день, уважаемые участники площадки. Время 11 часов 1 минута. Сегодня 25 мая 2021 года. Я, Богданов Виктор Владимирович, приступаю к изложению очередного материала. Материала, на котором буду вам рассказывать о том, как не надо действовать при установлении правоотношений с управляющими, ресурсоснабжающими, организациями, товариществами, собственниками жилья и прочей нечистью, которая сегодня скопилась на наших широких, на нашей территории страны и пытается обмануть нас любыми способами. В данном случае я буду представлять вам договор управления многоквартирным домом. Этот договор управления многоквартирным домом является продолжением той мошеннической схемы, которую задумала одна из управляющих организаций в далёком 2006 году. И сегодня она целенаправленно реализует свои мошеннические замыслы для того, чтобы оставить граждан страны, ну, те, которые попадут в её сети мошеннические, без денег, без услуг и без работ. В данном случае мы будем с вами действовать в точном соответствии с нормами законодательства, нормами процессуального права. А я напоминаю вам, уважаемые участники площадки, что нормы процессуального права не заслуженно отвергнуты гражданами страны при установлении права отношений, исполнении обязательств по договору, ну, вообще в любых наших действиях и проявлениях. Не заслуженно. Почему? Потому что выучив ограниченное число норм, вы обезопасите себя во многих ситуациях, ситуациях, когда вы сталкиваетесь с проявлениями мошенничества, недобросовестности, неразумности и прочих-прочих проявлений, которые сегодня окружают нас со всех сторон. Ну, следующие нормы права, которые мы будем с вами использовать в нашей с вами работе на настоящей конференции, это нормы гражданского законодательства и жилищного законодательства. Я думаю, что те нормы, которые я буду вам предоставлять, буду рассказывать, каким образом ими руководствоваться и пользоваться, применять их, они помогут вам разрешить большинство вопросов. Теперь давайте кратко я пройдусь по тем материалам, которые рассказал на предыдущих двух конференциях. Напомню, уважаемым участникам площадки, что вашему вниманию был представлен один из протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам выбора способа управления, выбора управляющей организации, установления условий договора управления, ну и все остальные вопросы, которые туда включаются. Я рассказал вам о последовательности исследования этого документа. Сегодня мы перейдем к исследованию другого документа. Документа, который является производным от документа, от этого самого протокола общего собрания собственников. Мы начнем с вами исследовать сначала этот договор как бы самостоятельно, как самостоятельный документ, а потом посмотрим, каким образом, значит, связаны вот этот протокол общего собрания собственников и этот прекрасный договор управления. Тут, значит, одна из действительно таких продуманных участников, ну, не участников, вернее, площадки, а желающих сразу получить и все, причем это получить на халявку, написала мне, вот все, что вы говорите, Виктор Владимирович, это болтовня. А я бы хотела получить образец договора в том виде, в каком он должен быть. Так вот, уважаемые участники площадки, напоминаю вам о том, что нет универсальных договоров управления, нет протоколов общих собраний универсальных. Почему? Потому что обстоятельства, которые связаны с заключением договора управления, они до такой степени многочисленные, что учитывать их где-то в одном документе фактически невозможно. А что возможно, вы зададите мне вопрос, а возможно, вот пользуясь теми знаниями, которые я вам, значит, разъясняю, теми знаниями, которые вы получаете, на этой площадке, пользуясь, вы сможете потребовать заключить с вами договор с учетом тех недостатков, которые мы выявляем на наших с вами конференциях. Давайте мы начнем наши действия с норм процессуального права. Как и в прошлые разы, так и в настоящей конференции мы будем пользоваться именно этими нормами. Для этого, смотрите, я уже вам открывал, вот еще раз вновь открываю этот документ, вот он, статья 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, указывает на вопросы, которые мы с вами будем разрешать при принятии своего решения. Ну, тут написано решение суда, не имеет значения, я неоднократно говорю, что мы с вами являемся равноправными участниками права отношений, мы вправе не соглашаться с судом, мы вправе с ним спорить, мы вправе суду доказывать свою правоту. Поэтому слово суда мы можем подменить любым из нас, вопросы, разрешаемые при принятии решения, любым из граждан страны, из человеков живых, животворящих, животрепещущих, и там огромный перечень того, каким себя человек воспринимает в действительности. Итак, при принятии решения любой из нас оценивает протокол собрания, и в данном случае я добавлю слово договор управления. Мы же с вами, понимаете, то есть вот появилось еще одно слово. Не имеет значения, какой документ мы с вами оцениваем, да, мы его включаем в эту норму, и руководствуясь указанной нормой, да, по аналогии закона, разрешаем все вопросы, связанные с самим договором управления, ну, и смотрим, а каким образом договор управления у нас взаимосвязан, связан с протоколом общего собрания. Далее мы определяем, какие обстоятельства, имеющие значение для принятия решения, установлены, и какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен при разрешении вопроса, и подлежит ли спорный вопрос разрешению. Ну, вы, у вас возникнет очень много, значит, вопросов, связанных вот с этими формулировками. Давайте так, мы постепенно, плавненько, будем расширять объем вопросов, которые мы с вами разрешаем при следовании требованиям, указанным в части 1 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Напоминаю, то есть, смотрите, в часть 1 статьи 196 я добавил слова договор управления, вот я их пожирнее сделаю, чтобы вы понимали, что мы их внесли здесь не просто так, сегодня. Далее переходим к статье 55 Гражданского процессуального кодекса. Здесь тоже есть сведения протокол общего собрания, а мы добавим, а также договор управления, да, управления, полученные, добавим, изменим немножечко, да, полученные с нарушением закона не имеют юридической силы и не могут, да, смотрите, я меняю здесь, и не могут быть положены в основу решения суда. Я вам сразу говорю, контрольные нормы права, протокол общего собрания, а также договор управления, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда. О чем в данной части норм процессуального права идет речь, а в данной части идет речь о том, что если мы установим многочисленные факты нарушения закона при оформлении, как протокола общего собрания, договора управления, каких-либо иных процессуальных документов, связанных с реализацией нами и управляющей организацией, ресурсоснабжающей организацией, жилищно-строительным кооперативом, может быть, просто товариществом собственников жилья, любые документы, которые получены с нарушением закона, не имеют юридической силы. Поэтому наша с вами задача выявить многочисленные нарушения закона и для себя сделать вывод, что нарушения закона должны быть устранены только после того, как будут устранены нарушения закона. мы с вами вправе признать тот или иной документ, имеющим юридическую силу и способным вызывать юридические последствия. Запомнили. Двигаемся дальше. При оценке, видите, я написал доказательства, вот смотрите, никакие протоколы, статья 67 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации, протоколы общих собраний, ставлю запятая, договора управления, управления не имеют для любого из нас заранее установленной силы. Запоминаем это. Будут говорить, да вот там это, пятое, десятое, как и делают большинство мошенников, они пытаются заболтать вас. Вас не должны смущать их болтовня. Не должна она вас смущать эта болтовня. Вы сами, самостоятельно исследуете каждый документ в отдельности, а затем рассматриваете рассматриваете их в совокупности, взаимосвязь. Вот давайте мы сейчас к более сложным вопросам перейдем. Добавим, что добавим? Сейчас мы с вами добавим нормы процессуального права. Вы же не знаете нормы процессуального права? Я их не знаю. Давайте мы к ним обратимся и ознакомимся. Любой из нас вправе взять, прочитать, понять, что написано и использовать в своей деятельности. Итак, мы с вами вот пункт 3 добавим. Вот добавим еще две нормы к тому, что у нас есть сегодня. Мы добавим еще две нормы для того, чтобы уже более серьезные с вами вопросы мы будем разрешать более серьезные. Давайте посмотрим, что у нас тут выпендривается что-то. Компьютер. Вот есть такие у нас компьютеры выпускают. Нет на них кнопки пипата. Вот была бы кнопка пипата, знаете, пришел, бац, и сразу все стало хорошо. Сразу все стало здорово. И всем сразу все понравилось. Смотришь налево, хорошо, красиво. Смотришь направо, еще лучше. Но, к сожалению, такой кнопки на наших с вами компьютерах нет. Поэтому мы с вами что? Мы с вами пользуемся тем, что есть. Тем, что есть, и вот мы это все прикладываем к нашей с вами сноровке, к нашим с вами знаниям и применяем в нашей с вами повседневной жизни, повседневной деятельности. Я вот покрупнее сделаю, чтобы вы видели, а то я так понимаю, что вообще ничего не видите там. Смотрите мою книгу и видите фигу. А это не очень хорошо, это мне не всегда нравится. Итак, вот смотрите, что мы с вами должны будем исследовать и в чем мы с вами должны разбираться. Давайте, я добавил первую и третью часть статьи 67. Итак, за место слова суд, так как мы все с вами являемся равноправными участниками гражданских правоотношений, смотрим статью 1 гражданского кодекса, конституцию Российской Федерации, смотрим эти документы, читаем их и понимаем, что мы все с вами являемся равноправными участниками гражданских правоотношений, поэтому пишем любой из нас, из нас, вот я добавил, я сразу это сейчас выражение, любой из нас, выражение любой из нас, граждане, человеки, живые, там, неживые, кто как себя ощущает, может кто-то себя монстром ощущает, может человек себя монстром ощущать, а там вот один умник у нас есть такой умник в Казани, по-моему, да, он богом себя возомнил, вот, любой из нас, вот, мы не будем сейчас это обсуждать, для нас это совершенно не важно, важен принцип равноправия, никто не может быть выше нас с вами, никто иной не может пользоваться какими-то большими правами, чем эти права предоставлены нами, мы делим со своими правами с другим человеком, когда наделяем его определенными полномочиями, так вот, любой из нас оценивает, что мы с вами берем, вот, копируем протоколы общих собраний, договора управления, вот смотрите, за место слова доказательства, я вставляю вот эти прекрасные сведения, протоколы общих собраний, договора управления по своему внутреннему убеждению, любой из нас оценивает документы по своему внутреннему убеждению, основанную на чем? На всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в нашем, не в деле, а в нашем с вами в его распоряжении, доказательств, в его распоряжении добавляю, почему, потому что бывают ситуации, они сплошь и рядом, у нас многие не понимают этих вопросов, а нужно их научиться понимать, в нашем с вами распоряжении могут быть доказательства или документы, а может их и не быть, а это сплошь и рядом, любой из нас оценивает протоколы в непосредственном исследовании, имеющихся в его распоряжении доказательств, протоколы общих собраний, договора управления, мы можем оценивать только при их наличии, если в нашем распоряжении такие документы отсутствуют, значит, соответственно, мы, во-первых, мы не можем признать их наличие, то есть, существование этих документов, мы не можем его признать, что они действительно существуют, как протокол общего собрания, так и договор управления, а если кто-то нам об этом говорит, так извините, у нас в нашем распоряжении должен быть находиться этот документ в виде копии, удостоверенной надлежащим образом, в связи с чем? В связи с тем, что если этого документа у нас нет, мы не можем, во-первых, убедиться в том, что за достоверность содержащихся в этом документе сведений кто-либо несет ответственность. Нет документа, значит, мы не можем утверждать, что такой документ существует физически. Есть документ, но этот документ не удостоверен надлежащим образом, значит, такой документ, опять же, не имеет юридической силы, то есть, копия документа не имеет юридической силы и не может вызывать юридических последствий, да, и не, ну, как бы, и не может быть положено в основу принятия нами с вами того или иного решения. Мы должны это с вами четко понимать. Есть документ, мы совершаем действие, нет документа, не совершаем действие, потому что основания для совершения действий у нас с вами отсутствуют. Вот сейчас я вам скажу одну формулу, которую из своей головы надо выбросить. Большинство, ну, я скажу в кавычках идиотов, пользуются своей повседневной практике с интенцией такой. Нет договора, нет разговора. Она хорошо ложится на мозг, но ее следует забыть, а следует пользоваться нормами права. У нас, если нет договора, значит, мы лишены возможности убедиться в том, что перед нами является лицо, наделенное определенными полномочиями. Не то, что нет договора, нет разговора, а договор позволяет нам первое установить лицо, которое является стороной договора, установить его полномочия, установить в том числе его местонахождение, установить сведения о лице, которое вправе действовать от имени другой стороны договора, без доверенности, установить реквизиты, на которые мы с вами обязаны вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Поэтому выражение нет договора, нет разговора выбрасываем в помойку, это мусор, а говорим нет договора, нет доказательств наделения противной стороны соответствующими полномочиями, нет доказательств чего? Установление правоотношений, ну, это мы с вами дальше будем этот вопрос исследовать, и я вам покажу, какими нормами право мы будем пользоваться. Итак, дальше вторую часть мы с вами уже разобрали, теперь переходим к третьей части и опять любой из нас, вот я выделяю, да, копировать, любой из нас что делает? Вставить, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, можно достоверность написать, давайте запишем протокол общего собрания и договора управления в отдельности, видите, я подмену произвел, да? Мы же с вами должны учиться грамотно все делать, задают вопросы, а что такое кодекс? Кодекс это сборник кодированной информации под словом доказательства весь широкий спектр документов под доказательствами подразумевается широкий спектр документов, если их все излагать в каждой норме у нас кодексы будут превращаться в такие фолианты, в которых утонете, а здесь мы просто доказательства, мы подставляем документ, который является доказательством, любой из нас оценивает относимость, допустимость, достоверность протокола общего собрания и договора управления в отдельности, а также достаточность и их взаимную связь этих документов, вот мы здесь перечисляем опять же этих документов в их совокупности, вот я здесь тоже выделю для вас, чтобы вам было все ясно и понятно, что я делаю и как. Видите, и у нас приобретает статья 67 более понятный вид. Мы пользуемся этим документом уже разумно, осознанно и понимаем, что мы с вами делаем. Далее я выделяю вот этот. Часть пятая статьи 67 важнейшая часть. Почему? Потому что именно здесь прописан, что мы с вами должны сделать и как мы должны с вами сделать при оценке протокола общего собрания и добавляем договора управления. Видите, добавили слово и нам становится понятно, что мы с вами должны делать в случае, если будем делать оценку договору управления. Вот я подчеркнул. смотрите, при оценке договора управления любой из нас обязан с учетом опять же смотрите, другие доказательства, вот я выделяю, видите, другие доказательства, пожирнее, подчеркну даже, убедиться в том, а что такое другие доказательства? Это другие документы для договора управления там, я вам сейчас буду говорить, какие документы содержатся, понимаете, ссылочка-то есть, а документов-то нет, и мы сейчас с вами будем все это вытаскивать на поверхность, простите, это я от счастья захлебнулся, предвкушение того, что я буду вам показывать, сколько внутри указано ссылок на документы, а фактически эти документы вам не направлены, а раз эти документы вам не направлены, значит, вы вправе сомневаться в добросовестности того лица, который вам направляет эти документики-то, понимаете, если лицо действует с вами разумно и добросовестно, уважает вас, он представит это лицо, представит вам это лицо, представит вам все документы, которые вам необходимы для того, чтобы вы в досудебном порядке ознакомились с ними и приняли решение, какое решение приняли, акцептировать, то есть, принять их за основу эти документы, либо, что сделать, а у вас два пути, либо акцепт, либо акцепт на иных условиях, либо третий вариант, отказ от акцепта представленных документов, ну, мы с вами будем с этими вопросами дальше разбираться, итак, что мы должны убедиться в том, что такой протокол и добавляю и договор управления, да, смотрите, и договор управления, вот мы сегодня с вами будем очень этим вопросом заниматься подробненько, исходит от органа уполномоченного представлять данный вид доказательств, далее, подписан лицами, имеющими право скреплять протокол общего собрания и договор управления, сейчас сюда тоже вставляю, да, подписью, ну, или подписями, содержит все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств, ну, мы с вами должны понимать, что под реквизитами мы в документах понимается отражение тех или иных сведений об обстоятельствах, имеющих значение для дела, ну, сведения о различных документах, которые прилагаются к документу, которые нами исследуются, да, сведения, ну, различные реквизиты, их огромное число, каждый может самостоятельно ознакомиться с перечнем реквизитов, которые должны сопровождать оформление того или иного процессуального документа, я сейчас на этом подробно останавливаться не буду, чтобы вам не забивать голову, а перейду дальше рассказывать о том, как мы с вами будем исследовать договор управления, так, ну, статья 131, мы ее оставляем, потому что тут перечень реквизитов обязательных для отражения в договоре управления, статья 44 общеизвестна, это, что мы еще раз подтверждаем, что общее собрание собственников является органом управления многоквартирным дома, смотрите, вот связь между частью первой статьи 44 и что мы должны, исходит от органа, видите, уполномоченно представлять данный вид доказательств, почему мы переходим к статье 44, мы должны убедиться в том, что договор управления исходит от общего собрания собственников, причем не просто от общего собрания собственников, а от уполномоченного общего собрания собственников, есть полномочия, значит, исходит, что этот документ можно использовать в своей деятельности. Нет сведений доказать из того, что этот документ исходит от уполномоченного органа. Все этот документ для нас с вами не имеет юридической силы. После представления всех документов я могу, я и вы можете воспользоваться этим документом. Статья 44 мы с вами прошли, ну, статья 45, часть третья говорит о полномочиях, да, очень важная статья. Вот видите, написано общее собрание собственников, правомочный имеет кворум, также и про договор, договор подписан правомочной стороной, там, знаете, там есть, вот будем с вами смотреть сейчас, давайте не буду торопиться, зайдем дальше, 48 статья, что, каким образом подписываться, мы с вами эти вопросы уже обсуждали, и сейчас я сюда оставлю еще одну статью, которая имеет важнейшее значение при исследовании договора управления. Открываем жилищный кодекс, и нас интересует статья 162, та статья, которую многочисленная в управляющих организациях, в мантиях, значит, в полиции, в следственном комитете, вот вся та, которая там скопилась, в упор не видят эту норму права, а она достаточно точно определяет, каким образом устанавливается правоотношения. Давайте я выделю часть первую, по крайней мере, для начала, она очень полезная, так, минутку, выделяю и вставляю наш с вами листочек этот, в котором мы перечисляем нормы права, которыми руководствуемся. Итак, не забываем, что все, что у нас делается, они делают против нас, используя наши плохие знания, они стараются нас обмануть, нам это, естественно, не нравится. Я сейчас вам это покажу, каким образом они действуют в обход закона, вот, договор управления, да, смотрите, статья договор управления многоквартирным домом. Мы сейчас будем с вами все разделять на несколько, договор управления на несколько частичек. Итак, в первую очередь нас с вами интересует предложение два части первой статьи 162 жилищного кодекса. Смотрите, при выборе управляющей организации, кем? Общим собранием собственников, то есть органом управления, да? С каждым собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении данного общего собрания. Обращаю ваше внимание вот на эти слова, на условиях, то есть с каждым собственником. Кем заключается? Управляющей организацией. С кем заключается? Сначала кем, потом с кем? С каждым собственником. На условиях, указанных в решении данного общего собрания. Еще следует... Смотрите, для чего я вам указываю на это? А это прямая связь. Вот это на условиях. На часть, на пункт. Посмотрите. Статья 67, часть 5. Что мы с вами должны быть? Содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. Так вот, к неотъемлемым реквизитам протокола общего собрания собственников относятся условия договора управления. Понятно? Вот эти на условиях, указанных в решении. То есть, протокола общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме. Смотрите, как у нас все здорово складывается, да? Вот эта связь, она должна просматриваться на условиях, указанных в решении данного общего собрания. А еще давайте мы с вами вспомним часть третью статьи 67. Тоже у нас здесь имеется? Мы с вами должны убедиться в том, что между протоколом общего собрания собственников и договором управления имеется, что взаимная связь этих документов в их совокупности. То есть, мы сопоставляем эти документы, да? Сопоставляем. Вот она. То есть, мы туда оставляем еще часть третья. Имеется взаимная связь между документами или нет? Поэтому сюда части, не только часть пятая, а части третья и пятая статьи 67. Я потихонечку ввожу дополнительные условия, чтобы вы не сразу у вас глаза в разбег не были. Поэтому вот эту часть мы с вами тоже выделяем. Она нам тоже очень важна. Ее важно не упустить. Далее, что мы должны с вами убедиться? Обратите внимание на предложение 3. Смотрите. Это тоже очень важная часть нашего с вами исследования. Собственники помещений в данном доме, обладающие более чем 50% голосов, от общего числа голосов собственников помещений в данном доме выступают в качестве... Смотрите. Одна сторона заключаемого договора. Тоже очень полезное замечание, да? Сейчас я вам поясню, почему это полезно. У нас стороной договора является орган управления многоквартирным домом. Не отдельный собственник, как нас пытаются убедить многочисленные мошенники из управляющих, ресурсоснабжающих организаций, различных кооперативов и товариществ. Нет. Договором, стороной договора управления являются собственники помещений, обладающие, да? Вот они, да? Собственники, обладающие более чем 50% голосов, от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Запоминаем это. Запоминаем. Одна сторона договора. И смотрите, четвертую часть законодатель ввел. Тоже важно, четвертое предложение. Каждый собственник помещения в многоквартирном доме самостоятельно исполняет обязанности по договору управления в многоквартирном доме, в том числе обязанность по внесению платы за жилое помещение. И что? И не отвечает по обязательствам. Смотрите, смотрите внимательно. Смотрите. А то есть предб***ки бегают там. И начинают, собственники, вместо того, чтобы свою бошку включить, хоть немножко чего-то, начинают кричать. А почему я за тебя должен платить за содержание общего имущества в многоквартирном доме, а ты не платишь? Так вот, ни один из собственников не отвечает по обязательствам других собственников помещений в данном доме. Специально введена эта норма, уточняющая. Не отвечает по обязательствам других собственников помещений в данном доме. Когда вам предъявляет какой-нибудь из собственников, начинает верещать, ну, отойдите от этого. Перед вами просто-напросто человек, который, ну, извините, проявляет свои идеократические свойства. Проявляет дурь. От него дурь надо держаться подальше. От него, ведь можно еще и заразиться этой дурью. Так вот, исполнять обязательства, обязанности по договору управления, то в числе обязанностей по внесению платы, каждый собственник осуществляет самостоятельно, самостоятельно исполняет эти обязанности. Так вот, прежде чем исполнить эти обязанности, мы с вами должны четко понимать, что наделение полномочиями той или иной организации наделения полномочия – это право органа управления многоквартирным домом, которым имеется кворум. То есть это полномочный орган управления. Есть орган управления полномочный, есть орган управления неполномочный. Тут один мне все пытается доказать, что 6 месяцев прошло и решение собрания нельзя оспорить. Так вот, надо этому придуку понять, что есть решения оспоримые, а есть решения ничтожные. Те решения, которые собственники не принимали, нельзя воспринимать как решения, которые приняты уполномоченным органам управления многоквартирным домом. Напротив, получив сведения о том, что решения собственники не принимали, мы вправе с вами бить тревогу и говорить о том, что правами собственников распорядились непонятные чмольники самоуправно. И следует провести расследование, кто это сделал. Более того, органам полиции или там следственного комитета, я сейчас не могу ошибиться по подследственности, следует разобраться, на основании чего используется документ, которому закон придает силу официального документа. То у нас с Бошей рядом там умники понабились в органы власти, а элементарных вещей не знают. Вот и приходится разъяснять. Так, ну вот, вроде бы как и всё. 19 имя гражданина остаётся, как из прошлого занятия, вы всегда знакомитесь. Решение, письменная форма сделки, ну, решение собственника. Договор управления. Давайте добавим договор управления, договор управления, да? В письменной форме, ну, расширяем просто чуть-чуть, добавляем. Должны быть совершены, да? Совершены путём составления документа, выражающего его содержание, и подписаны лицом или лицами, принявшими это решение, да? Заключившими договор управления, да? Вот смотрите, тоже важное замечание. Мы с вами, кто заключает у нас договор управления? Орган управления многоквартирным домом. Поэтому письменная форма сделки, договор управления, должен быть подписан лицами, заключившими договор управления, а все остальные присоединяются, присоединяются, раз и присоседился. Ну, а сейчас мы с вами увидим совершенно шедевральный по оформлению документ. Давайте посмотрим. Итак, мы переходим к исследованию шедеврального по своему содержанию и оформлению документа. Вот он перед вами, договор номер 1050. Ну, я не буду говорить 1050, так неудобно. Управление многоквартирным домом по адресу Тюменская область, город Сургут. Ну, и где? Видим договор номер 1050. Каким многоквартирным домом? Договор-то уже должен быть утвержден. Давайте мы с вами перейдем к протоколу общего собрания, который мы с вами исследовали. Это же очень прекрасный документ. Позволяет многое, что установить. Давайте я открываю вам этот документ, и мы будем еще раз с ним разбираться. Пайнт сейчас открою. Вот он, документ. Отмене решения, где монтажей. Что тут? Об утверждении проекта договора управления многоквартирным домом. Вот мы с вами сейчас и проверяем взаимную связь доказательств между собою. Об утверждении проекта договора управления многоквартирным домом номер где? Здесь нам предлагают заключить договор номер 1050. А в протоколе нет номера договора управления. И как мы можем признать, что этот договор, который нам представляет управляющая организация, является именно тем, ну если предположить, что собственники действительно утвердили именно этот договор, чем подтверждается, что именно этот договор утвержден собственниками? Я, например, не знаю, чем это подтверждается. Я вижу документ, в котором отсутствуют сведения, во-первых, о Тюменской области. А дом-то какой? Дом-то какой? Так уже утвержден. Вы смотрите, ведь речь-то идет об утверждении. Раз утвержден договор общим собранием собственников, значит, содержание-то должно быть уже. Реквизиты-то все должны стоять. Иначе какой документ-то был, утверждался-то собственниками? Какой? Я не вижу здесь никаких реквизитов про дом. Более того, вот смотрите, даже, ну, вводная часть этого документа. Ну, там, дата. Смотрите, вот эта дата. Когда он был утвержден? Ну? Давайте смотрим протокол. Протокол у нас от 4 апреля 2016 года. Но если он утвержден 4 апреля 2016 года, так, вероятнее всего, и в договоре управления должен быть номер стоять. Здесь должно быть указано 4 апреля 2016 года. А подписание договора, уже дата подписания этого договора конкретным собственникам в конце проставляется, когда он присоединился к этому договору. Ну, договор-то ведь уже утвержден. Получается, что нам подсовывает? А нам подсовывают, уважаемые участники, фуфло. Фуфло. Чтобы вы извините, что сделали? Сейчас я вам расскажу, что сделали. Вот смотрите, вот перед вами данные, которые вам необходимо внести. Почему вы-то должны вносить в этот договор что-то должны внести? Я задаю вам вопрос, уважаемые. Но прежде чем мы разберемся с этим вопросом, давайте посмотрим, что здесь написано во вводной части. Оказывается, стороной договора выступает собственник помещения, да? Смотрите, управляющая, совместно именуемые стороны. Позвольте, позвольте. Что значит именуемые стороны? В законе-то кто сторонами выступает? Собственники помещений в многоквартирном доме таком-то, таком-то, обладающие более 50% голосов, от общего числа голосов, выступают стороной договора управления. И где? Вот мы с вами смотрим. Я специально вам привел, да? Предложение 4. Вот. Собственники помещений. Но это как раз указывает на то, что собственниками помещений, да? Интересно. То есть, это орган управления. Орган управления в многоквартирном доме выступает в качестве одной стороны заключаемого договора. Из чего следует? Что в данной-то части должно быть что написано? Собственники помещений в многоквартирном доме номер такой-то, по такому-то, такому-то адресу, да? Обладающий более чем 50% голосов собственников, да? С одной стороны, именуемые дальнейшими не собственники, а орган управления многоквартирным домом. Ну, правильно я понимаю? Не собственник, а орган управления многоквартирным домом, с одной стороны. И общество с ограниченной ответственностью. М? В лице там. Ну, давайте мы разберемся. Тогда можно было бы написать орган управления многоквартирным домом в лице собственников помещений в многоквартирном доме, обладающих более чем 50% голосов. Ну, наверное, это было бы по закону. А все остальные сведения, если это неизменяемая часть договора, они должны быть отражаться уже там, в отдельном подписном листе. Ну, я вот задаю вам вопрос, уважаемые участники площадки. Ну, вот перед вами, я сейчас помельче сделаю этот, вот она, вот этот документик, вот он весь перед вами сфотографирован. А чем подтверждается, что договор номер 1050 утвержден органом управления? Кто его утвердил? Где подпись того лица, дата, да? Когда был утвержден этот договор управления? Ведь договор-то, как следует из протокола, утвержден. А раз он утвержден, значит, на протоколе, или на договоре управления, должны быть отражены сведения об этом прекрасном утверждении. Ну, и где они? А их нет. А раз их нет, что мы с вами что делаем? Давайте обратимся к части пятой статьи 67. Мы же исследуем и оцениваем с вами доказательства по своему внутреннему убеждению, да? По своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в уровне доказательств. Вот перед нами два документа. Протокол и договор. У меня вот личное убеждение. Убеждение заключается в следующем. Взаимной связи между протоколом общего собрания и этим договором не прослеживается. В протоколе отсутствуют сведения о номере договора, да? Дате его утверждения. Ну, нету. Мы это видим. И в договоре тоже отсутствует. В договоре номер есть, а дата его утверждения отсутствует. А договор управления без даты, всё, он не имеет юридической силы. Связи-то нет. Мы же с вами объективно, то есть, объектом нашего исследования является протокол и договор управления непосредственно, то есть, без никого. Вот я вам рассказываю, вы смотрите на этот документ и соглашаетесь со мной. Всесторонним, полным и объективным. Ну, мы только приступили к исследованию этого так называемого документа. Ну, мы уже видим, что связи между этими документами нет. Более того, мы не видим, что он утверждён. Протокол общего собрания говорит утвердить. Ну, хорошо, приняли решение утвердить. А действие-то, исполнение-то решения где? Принять. Решение о совершении действий не означает совершить это действие. То есть, мы можем принять решение о заключении договора, но договор можем не заключить. Решение есть, но он не исполнен. В данном случае есть решение утвердить условия договора, да, проект договора. Реквизитов нет. Связи между протоколом общего собрания и договором нет. А нам предлагают, что, значит, взять этот документ за основу. Хорошо. Извините, а как же быть с предложением 2, части 1, статьи 162? Да? Мы должны заключить на условиях, указанных в решении данного общего собрания. Давайте смотрим. Протокол. Ну и где условия? А их нет. Их нет, уважаемые участники площадки. В протоколе общего собрания отсутствуют условия договора управления. А это неотъемлемый реквизит данного вида доказательств. Как вы можете заключить договор, если нет решения общего собрания? Часть 5 статьи 46 Жилищного кодекса возлагает на вас обязанность подчиниться решению общего собрания. А вы не можете подчиниться решению, потому что, как такового, решения-то нет. Поэтому, если вы подписываете такой договор, вы действуете в обход закона, вы действуете неразумно, вы действуете недобросовестно. И напомню вам, если вы действуете недобросовестно, суд вправе отказать в защите вашего права. Ну, заплатили вы непонятно какому-то при***ку, непонятно на основании чего. Он вам документ подсунул, вы подписали его. И что вы потом будете в суде рассказывать, мне просто интересно. Мне просто любопытно, как вы будете доказывать. А вам скажут, вот вы как, вы когда подписывали, вы куда смотрели? А вы когда подписывали, прежде чем подписать, обратились к тем специалистам, к юристам, которые помогут, знатокам права, которые помогли бы вам эти вопросы разрешить? Стоит ли такой документ подписывать или не стоит? И вы будете краснеть, бледнеть, да? Бледня-бледнёй. И будете стоять вот так, бледня-бледнёй перед судьёй? Вам это нужно? Вам это надо? Я думаю, что нет. Поэтому все действия мы с вами должны совершить на стадии получения этого документа. и исследование его до того, как мы его подписали. Вот мы сейчас с вами получили документ. Что мы уже вправе с вами сделать? Мы с вами вправе направить отказ от акцепта этого документа. Обоснованный отказ. Мотивированный отказ. Со ссылкой на документы. И сказать, я заключу с вами договор при условии устранения управляющей организации выявленных мною недостатков. И вот это будет считаться разумным, добросовестным и направленным на обеспечение законных интересов вас, как заявителя. Где продолжим исследовать этот шедевральный документ? А тут, что не предложение. Что не предложение, то вопросы. Что не предложение, то свидетельство о том, что перед нами хорошо организованная группа мошенников, объединённая одними целями. возложить на нас обязанности платить и не отвечать перед нами по своим обязательствам. Алло, слышно? Слышно. Привет. Привет. Только что трое приходили и хотели в квартиру попасть. Ну, ты это сама. Ты отбился, наверное, огнетушителем, там, не знаю. Нет, ничем не отбивался. Ничем не отбивался. Надо было открыть дверь, заходят, и потом их газовым б***чиком, и всё, и пусть они там мечутся по квартире. Нет, это не мои методы. А чё? Ну, ловушка захлопнулась, пришли непонятно, кто, ворвались в квартиру. Сразу рисковое заявление о преступлении. Ну, один постеснялся назваться, второй тоже, ну, я его знаю, он потом это назвался всё-таки. А женщина там такая, ну, это, на стороне была, только удостоверение показала, там, непонятно какое. Я говорю, на основании чего вы хотите зайти? 354-е постановление. Ну, давайте, на 354-е постановление, отлично, открываем, давай открываем, какой пункт? В каком пункте указано, что ваша конкретная организация, вот вы, все трое, фамилия, имя, отчество вправе прийти проверять? Ну, я и то же самое сказал, говорю, где там написано, что вы имеете право приходить по адресу проспект Комсомольский, 216? Вот, когда вы с этим вопросом разберетесь, тогда и приходите. Дело в том, что формально, вот этот вот заход в квартиру для проверки счетчиков, это обыск. Это типичный обыск, и все доказательства, которые они получают путем вот этого обыска, они не могут быть положены в обвинительное санкции прокурора, не было решения суда о том, чтобы зайти у вас проверить. Мало ли, что там написано. Все? Отлично, хорошее дополнение, совершенно верно. Уважаемые участники площадки, кроме того, что они приходят и предъявляют свои удостоверения, они представили должны другие документы, которые подтверждают направление тех или иных лиц в ваше помещение. Руководителям организации, какое? Распоряжение, приказ по предприятию, но, опять же, при условии, что между органом управления многоквартирным домом и управляющей организацией, и там все остальные, кто там есть, установлены правоотношения. Мы сейчас с вами с этими вопросами как раз и разбираемся. Нет ни одного документа. Нет документа, будут документы, приходите, будем разговаривать. Пока их нет. Никого допускать нельзя. Смотрите, и не просто установлены правоотношения. Как раз мы сейчас договор же анализируем, и надо будет обратить внимание на то, что слов... Если все это установлено, в договоре должно быть согласие собственников на то, что да, будет приходить представитель для съемок. Понимаете? Хорошее дополнение. Отличное дополнение. Вот именно эти должны быть условия включено, что да, собственники приняли решение о наделении представителей управляющей организации правом попадать в помещение многоквартирного дома с целью какой? И там что, с какой целью? Ну, в том числе снятие показаний приборов. Это в обязательном порядке должно быть отражено в договоре управления. Ну, это мы дальше с вами будем разбираться. Да, только снятие показаний приборов. А оценка, а все остальное к этому не должно относиться. Совершенно верно. То есть, поиск чего-то, это уже не относится. Да, это отдельные вопросы. Еще вопросы, ребятки. Пожалуйста, коротко, потому что у меня, к сожалению... Да, вот как раз тоже... Дополнение хорошее. Как раз связано. Вот как раз связано и вот этот протокол, и последующий договор тоже. Опять же, вот смотрите, место хранения протокола. Здесь же голосуют все за место хранения. Здесь место хранения предполагается у какой-то ООО. Вот, а смотрите, опять же, что такое хранение? Это услуга? Но эта услуга ведь, она не находится в списке обязательных услуг. Ну, в минимальном перечне-то она не находится. Хранение протокола. И что будете делать, когда проголосовали за хранение в какой-то ООО? А это ООО, туалетная бумага кончилась. Ну, они использовали протокол. Вы приходите, а его нету. А как вы накажете, не накажете? Почему? А потому что обязательств нету. Можно дополнить. Ну, во-первых, все договора, протоколы и решения оригинальные, оригиналы хранятся в ГЖИ. И еще раз, кто такая ГЖИ, чтобы хранить? Опять же, это услуга или что? За любое хранение. Это государственная обязанность. Хранить оригиналы. Это отличное подспорье для всех собственников. Потому что вот мы никак не могли добиться от управляющей компании протоколы. То не пропали, то не сожгли и так далее. А в ГЖИ уже сейчас вы можете не только тогда, когда копии сдавались, да? А это государственный орган, который обязан хранить. И это уже достаточно серьезная вещь. И в суде мы с трудом можем доказать. Но не захотят государственные. А в ГЖИ это государственный. Это все хорошо, когда есть государственный. Почему в этом... А это сейчас лицензионное требование. Еще раз. Да не важно там лицензия к кому. В ГЖИ? Нет. Раз в ГЖИ хранить... В законе написано, что вы обязаны передать. Еще раз. Мы сейчас говорим не об этом. Мы сейчас говорим о протоколе собрания. О протоколе. О протоколе собрания. Разве написано, что хранить в ГЖИ? Это написано в законе. В проведении общего собрания. А хранение дополнительное вы перенесите на общие собрания. Ну не запутывайте. Уважаемый участник, не запутывайте. Не запутывайте. В протоколе не написано, что хранить в ГЖИ. А это и не надо писать. Если есть юберальный закон, то это вы должны выполнять. А дополнительно, где хотите хранить, вы прописываете в протоколе. Не запутывайте, пожалуйста. В этом вопросе. Можно, Виктор, вас поблагодарить, во-первых. Потому что мы судимся очень давно, на протяжении трех лет, да, с управляющей компанией по этим вопросам. Именно по протоколам и по договору. Хорошее сегодня прям занятие. Спасибо. Можно только у вас уточнить. Вот я сейчас пишу касационную жалобу, вот ссылаясь на вот эти законы, которые сейчас вы сказали, да, и недоказанность. Прописывать в касации, что вот такой не представлен согласно вот такому-то закону. Или не стоит в касационной жалобе прописывать вот эти вот все законы, которые вы сейчас указали. Так, вопрос подготовки касационной жалобы. Я сейчас как раз занимаюсь разрешением этого вопроса для того, чтобы, ну, вероятнее всего, в ближайших уроках дать вам правила подготовки касационных жалоб, апелляционных жалоб, потому что большинство людей вообще с этими вопросами никогда не сталкивались и не знают, как правильно, процессуально выстраивать свои апелляционные и касационные жалобы. Но для этого мне нужно, чтобы мы не болтали, не спорили, а более коротко обсуждали вопросы участников. Поэтому давайте, Любовь, если у вас какие-то есть вопросы, вы можете, в том числе, я вот утром провожу консультации в 8 часов утра, ну, фактически в ежедневном формате можете подключиться и задавать свои вопросы. Вот. Я надеюсь, я на ваш вопрос ответил. Если да, то скажите да, и я предоставлю слово Леониду. Я бы хотел дослушать, что он хотел сказать. Дело в том, что я исхожу из принципа какого? Чья решение общего собрания? Это чья собственность? Это собственность собственников многоквартирного дома. Видите? Собственность, наша собственность. И мы свою собственность вдруг передаем кому-то на хранение. Вот поэтому возникает вопрос. Хранение – это услуга? Если услуга, она должна быть оговорена также в договоре. Видите? Хранение. Если мы ее передаем какой-то там ООО. Видите? Закон – это все равно рамочная вещь. То есть мы не можем двигаться за закон. Но если мы оригинал передаем... А оригинал только один может быть? Нет двух оригиналов? Или люди в двух-трех вариантах подписываются? Нет. В одном варианте только подписываются, когда голосуют. Значит, оригинал всего лишь на всего один. И это, если этот оригинал хранится в базе, хранится непосредственно в ГЖИ, смотрите, в ГЖИ, то тогда мы и на хранение должны решение принимать. На хранение мы передаем в ГЖИ, себе оставляем копию. И копию также можем... И то не копию, а выписку, потому что без персональных данных передаем в какую-то вот управляйку. А персональные данные управляйка может получить только заключив договор с каждым, как написано в Жилищном кодексе. Видите? Вот. Поэтому никакой вот этой вот организации ООО мы не передаем на хранение. Потому что она... У нее не прописана ее ответственность за хранение. Она не несет никакой ответственности. Ну, не передала она вовремя. С этим люди сталкиваются постоянно. Да, закон какой-то приняли, но он, видите, не работает. Поэтому ссылаться на закон, который не работает, бессмысленно. Надо действовать разумно. А разумно действовать, значит, мы принимаем конкретно по решению о том, что вот храним именно там, где храним. Где нам обеспечат надежное хранение. А если нам не хотят обеспечить надежное хранение, не могут обеспечить. А в законе там не прописана ответственность за то, что ГЖИ неправильно будет хранить. Потеряют, например. Что будете делать? Опять ничего. Значит, надо, соответственно, хранить у себя, а всем остальным только копии выдавать. Если они будут ссылаться на закон, можно через суток этот закон, по сути дела, это отстоять. Вот. Ну, вот это по этому вопросу. Вот. Здесь еще у меня возникло... Я в четверг, скорее всего, не смогу же участвовать. Поэтому... А там как раз начнется вот обсуждение такого момента, как предмет договора. Вот. Здесь, когда мы открыли страницу, там предмет договора был написан. Я включаю, включаю. Да-да. Вот. Здесь вот предмет договора. А здесь нет предмета договора? Нет, нет. Общее положение? Нет. Есть еще... Нет, должен быть. Было открыто уже как раз. Сейчас, минутку, я, наверное, на другой страничке сейчас открою. А, вот. Цели и предмет договора. Да, и предмет договора. Да, на самом деле он должен быть выше, то есть... Ну, видите, они как все накосячили. Да-да. Да. И очень интересный момент здесь возникает. Смотрите. А, два-один пункта. Цель настоящего договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Знаете, безопасно. Но мы каждый раз сталкиваемся, что опасность нам исходит как раз от этой организации, с которой мы заключаем договор. Вот. Это ладно. Это еще не все. Но раньше, по крайней мере, еще добавляли слова не просто благоприятные, а экономически выгодные проживания. То есть... Почему? Потому что функция управления, это же мы наделяем организацию, действует наших интересов. И вот здесь сталкивается конфликт интересов. Смотрите. Когда мы открываем устав вот этой ООО, а ее основная цель – это извлечение прибыли. То есть сразу же... Смотрите. Не совпадение цели предмета договора с целями и предметом создания этой ООО. Конфликт интересов мгновенно возникает. То есть там не прописано, что они будут работать в нашем интересе, действовать в уставе. Ну вот это вот я хотел, чтобы вот вы, когда будете смотреть, повнимательнее тоже. Здесь поднимать устав обязательно на таких ситуациях. Да, здесь еще был какой-то еще комментарий, у меня интересный по-другому немножко вопрос. Тоже. А, ну вот когда, смотрите, когда вот отсутствуют какие-либо доказательства, вот когда мы анализируем, то есть это говорит о неполном рассмотрении. То есть неполный анализ прошел, неполное исследование. А раз неполное исследование прошло, то, соответственно, вывод, который мы получаем после исследования, ну, он может быть... Если та сторона провела неполное исследование, показывает нам только частичное исследование, значит, выводом той стороны мы должны заявить, что мы не доверяем, потому что исследование было полным. Вот. А мы проводим полное исследование для чего? Для того, чтобы показать, что вывод является логическим выводом из тех документов и из тех утверждений, которые были предоставлены на обсуждение. Видите, вот. Вот. Ну, примерно так. Все. Я пока все сказал. Хорошо. Значит, благодарю, Леонид, за дополнение. Единственное, я вас хотел бы, ну, как бы поправить свое мнение, высказать по поводу первых доводов относительно хранения протокола общего собрания в жилищной инспекции, либо в управляющей организации. Вообще, этот вопрос действительно законодательством не проработан. А мы с вами должны прекрасно понимать, что вот этот протокол общего собрания, да, договор, который подписан органом управления многоквартирным домом, является очень нужным документом, документом, без которого нельзя, невозможно установить правоотношения надлежащим образом. Хранение в жилищной инспекции этих документов фактически ни одного вопроса, связанного с организацией управления многоквартирным домом, не разрешает, и это огромный минус. Да, он находится там, этот протокол общего собрания, но я всегда задаю себе вопрос, ну, хорошо, собственники выбрали управляющую организацию, собственники направили ей протокол общего собрания, ну, как утверждает управляющая организация. Давайте мы откроем вот сейчас тот документ, который мы исследуем. Где отметка о регистрации этого протокола в управляющей организации, если собственники передали им этот документ? Где? Кто принимал этот документ? Где подпись человека, который принял этот документ? Дата, когда этот документ поступил в управляющую компанию? Где? И нам вот это, извините за выражение, фуфло подталкивает и говорят, а мы должны этому верить. Здесь нет ни одного, ни одной подписи. Более того, мы с вами, уважаемые участники, прекрасно понимаем, что между страницами, листами, а у нас протокол в данном случае состоит как минимум из трёх страничек, связь-то каким образом организована? Да никаким она образом не организована. Ещё следует, что любой документ, на котором отсутствует подпись должностного лица, либо лица, который несёт ответственность за достоверность этого документа, за достоверность сведений, нет. Мы не вправе вообще руководствоваться этим документом. Не вправе. А вообще, Леонид и вот, Любовь, я благодарен вам за то, что вы действительно подняли вопрос с местом хранения, как протокола общего собрания, так и договора управления. Давайте этот вопрос требует обсуждения и разрешения. Каким образом передавать этот документ, каким образом получать доказательства, что за этот документ, за сохранность его, за целостность этого документа. Кто-то несёт ответственность, потому что целостность содержащихся в этом документе сведений, это тоже важное значение имеет вопрос. И его тоже следует нам обсудить на ближайшей конференции. Интересные вопросы. Благодарю. И Любовь благодарю за поднятый вопрос. И Леонида. Ещё у кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Тем более, что это теперь уголовная ответственность за подделку этих документов. И поэтому хранить где-либо и как попало, в принципе, я не приветствую. По крайней мере, раньше не было вот этого условия, оригинал передавать управляющей организации. Я, как председатель Совета Дома, никогда оригинал управлять не передал. Мы делали всегда выписку из протокола. Правильно делали и подписали. И конкретные данные показаны, и всё. Мы получаем выписку с направлением. То есть мы всё оформляли просто. Вот лист сопровождения, там прочее. То есть всё расписались, получили. Всё выполняй. Вы знаете, Леонид, вот я сейчас, извините, я прерву вас. Значит, я подумал. А вот давайте мы рассмотрим вот этот вопрос нахождения документа, в котором содержится решение собственников, с позиции равноправия сторон. Вы представляете, у нас, значит, собственники, фактически передавая протокол общего собрания в управляющую организацию, они отдают этой управляющей организации, они её превозносят и ставят её на пьедестал, как будто это, извините, царь, король, я не знаю, какой-то. А где принцип равноправия? Где принцип равноправия? Передали, смотрите, даже регистрации нет. Ну, это другой вопрос. Вопрос. А сами-то почему отказались? Вот вы, Леонид, правильно говорите. Вы являетесь председателем Совета дома, у вас находится подлинник, вы выдаёте, значит, вы знакомите, там, предположим, руководителя организации с подлинником, и он сверяет эти все данные, и вы ему выдаёте выписку. Это нормальный подход. Сохраняются принципы равноправия. А в данном-то случае какие принципы равноправия? Нет. Управляющая компания заранее себя ставит в преимущественное положение. С этим надо разбираться вопросом. И достаточно серьёзно. Отличный вопрос вы подняли, Леонид, и Любовь. Я благодарен вам. Ещё у кого-то есть вопросы? Да, есть, Виктор. Слушай. Это Юра. Слушай, Юрий. У меня четырёхквартирный коттедж. Нет, не протокола собрания жильцов с управляшками, не договора с управляшками, нет. Только с ресурсниками. Ну, газ, свет, вода, там, мусор. Вот в этой ситуации разбираем всё время протоколы, а мне что делать, как вот быть? Ну, быть всё просто. Смотрите, основанием для внесения платы является договор решения общего собрания и договор управления вашим многоквартирным домом. Есть у вас такие документы? Вы вправе внести плату тому или иному лицу, который выбран в качестве надлежащего исполнителя услуг выполнения работ. Нет у вас такого документа? Вы платить не вправе, потому что, если вы заплатили, значит, вы действуете недобросовестно в обход правил, установленных частью 5 статьи 46 ЖК РФ. Всё? Всё, спасибо. Успехов. Кто-то обращается, направляет вам платёжный документ. Ради бога, скажите, вот вы платёжный документ направили, а документы, подтверждающие наделение вас полномочиями, где? Давайте мне эти документы, я ознакомлюсь, заключим договор и будем дальше действовать. Да, понятно. У меня сейчас письмо лежит на почте, видно, судебный приказ я отменил с НЕСКом. Видно, сейчас там будет иск подавать. Я думаю, так, завтра получу. Отлично. Будем биться, значит, правильно идти? Да, конечно. Ну, всё, успехов. По налогам решение вынесла судья. Я проиграл пока. Ничего страшного, мы учимся. Да, не даёт. Пока молчат, прячутся от меня, не выдают документы с 18-го числа ещё. Ну, с***, никаких свет не веду. Сейчас пойду в суд. Звоню, телефона не беру. Да-да, ещё возврат к исполнительному в Казах. Давайте успехов. А так было весело у меня там. Да, я знаю. Потом поговорим, давайте. У меня, к сожалению, времени мало. Давайте, давайте, спасибо. У меня здесь ещё один маленький вопрос. Можем, да? Да-да. А, вот мы... Там было в законе, там написано о голосах, о 50% голосов. Но в законе нигде не прописано. Во-первых, нам нельзя навязать, как голосовать. Вес голоса не прописан. И как мы должны определять 50%? То есть, неопределено. Нам навязывают одну сторону. Может быть, по росту можно голосовать. Не обязательно же по площади квартиры. По поднятию рук. То есть, по количеству людей, которые присутствовали или находятся в доме. То есть, вот этот вопрос тоже законодательно никак не проработан. И здесь очень много ловушек тоже. Хорошо, Леонид. Единственное, что он... Вот то, что вы сейчас говорите... Ну, понятно. Мы уже обсуждали на прошлых конференциях, когда обсуждали протокол. Действительно, этот вопрос не разрешён. Но давайте двигаться вперёд. Даже все вопросы... Там просто мы утонем в них. Давайте по порядку двигаться. Хорошо? Директор, вопрос следующий, простой. Да. По договору. Но то, что мы сегодня исследовали, что в договоре управления участвуют две стороны. С одной стороны, управляющая компания, ну, организация. С другой стороны, 50 с плюсом собственники. Все остальные выше 50 плюса. В принципе, как вы выразились, присоединяются к договору, с которыми должны быть заключён. Я правильно понимаю? Правильно, правильно. Вот вопрос у меня. Как должен подписываться вот этот основной договор двухсторонний? 50 плюс и управляющая организация. Ну, разные варианты. Есть. Каждый может подписать этот договор отдельный лист подписантов оформляется, и он является неотъемлемой частью этого договора. Либо от имени собственников, когда их очень много, подписывается один или несколько их представителей. И такой вариант может возможен. Лишь бы были документы, которые сопровождают оформление этого документа. Вот и всё. А вариантов бесконечно множество. Многосторонний, ну, получается, в принципе... Почему многосторонний? Двухсторонний. Двухсторонний. В любом случае. На одной стороне могут выступать множество собственников и их представителей. Я просто с этим не встречался никогда. В опыте есть, чтобы его реально подписывали вот таким образом и имел законную силу? Нет. Такого я не встречал ни разу. А в законодательстве вот такого типа договора, чтобы правильно составить, это... Какие статьи надо читать? 162-я, всё в полном объёме. 162-я жилищного кодекса, 160-161-185 гражданского кодекса. Вот их системное взаимосвязание. Процедура тоже прописана, да, заключение такое? А стандартно, всё стандартно прописано. Я не знаю, почему у нас люди хотят, чтобы всё было в жилищном кодексе написано. Всё, нормы, право в их системной взаимосвязи. Общие правила содержатся в гражданском кодексе, а, значит, особенности в отраслевом, ну, в данном случае, в жилищном законодательстве содержатся. Благодарю. Давайте успехов. Можно наш опыт сказать? Спасибо, Виктор. Мы обратились по разработке нового договора, да, к юридической компании. И они нам разработали, именно написали вашу фразу. Либо список собственников, 50%, которые участвовали в протоколе, да, либо уполномоченные лица от собрания имеют право подписать. Так вот, управляющая компания, утверждён этот новый договор, они не хотят, и вот у нас ведётся вот эта вот вот война, ну, ясное дело, что они не желают подписывать, а у нас такой же договор, как вы сейчас показали, он типичный, наверное, у нас в Подмосковье такой же договор, там написан собственник и так далее, ну, то есть, вот налоги. А тот, тот, который разработан юристами, они во всяком, ну, при поддержке, конечно, администрации, ну, и прочих-прочих людей, и нам вот вас препятствуют. Спасибо вам за вот этот опыт, сейчас я прямо в суде так и буду говорить, вот ваши фразы, вот не знаю, как вас отблагодарить, если бы, и в денежном выражении, и так далее, если бы были бы богаты вообще. Мне важно, чтобы вы победили, Любовь, а всё остальное для меня, это как бы уже вторично. Можно тоже добавить? Нужно. Дело в том, что, да, опыт написания своих договоров и у нас есть, вот, которые мы написали договор, например, свой составили, там, в одном доме его приняли на собрание, принесли в управляющую, то есть в организацию, которая у них управляющая, вот, и юрист той организации говорит, я не могу опровергнуть ни одного довода из этого договора, но если я его подпишу, меня уволят. Понимаете? Да, они стараются подписывать только те договоры, которые в их пользу, где мы выступаем в роли просителей. Просителей. Всё. А на самом деле мы устанавливаем условия договора. Хотят они на этих условиях быть управляющей организацией? Вперёд! Мы готовы с ними заключить договор. Не хотят, но всё. Свобода заключения договора. То есть юристы, юристов на самом деле не учат справедливости. Юристов учат манипулированию словами. Они создают видимость всего лишь навсего правильного логического вывода, якобы. И вот как раз сейчас разбирается. Вот он, видите, вот эти вот занятия сейчас вот как раз по разбору текста договора. И уже в самом начале, видите, возникает вон какие неприятности. Уже не говоря о том, что о самом названии договора. Вот название договора уже неприятность большая. Уже участники площадки есть ещё вопросы? Есть маленькие. Есть очень маленькие. Вот принцип равноправия сторон является ли самостоятельным основанием для отвода? Если он нарушен? Конечно. Судья или там помощник судьи, значит, в судебном разбирательстве имеется пять сторон. Два соответчика. И один из соответчиков направляет документы в суд. Помощник судьи распределяет, значит, отправляет документы этого соответчика трем сторонам, а второму соответчику не направляет. Ну. То есть, как бы нарушение он нарушает права второго соответчика? То есть, это уже неравноправие? Ну, смотрите, Ирина, во-первых, кто направляет документы, тот и обязан обеспечить, ну, по новым правилам, тот и обязан обеспечить все этими документами всех других участников судебных разбирательств. Поэтому помощник судьи, ну, да, они что-то там должны направлять, но в последнее время... Владимир Владимирович, это заявление по вновь открывшимся обстоятельствам. Там он не направляет ни одной из сторон, соответственно, самостоятельно. Ну, может быть... Суд это заявил. Знаете, Ирина, может быть, есть какие-то тонкости, я с этими сталкивался, поэтому вот я так заявляю. Принцип... Если действительно... Если... Мне надо заявить отвод этому судье, однозначно, при входе в здание я уже готова заявлять ему отвод, потому что доверия к нему уже нет. Мне нужен повод. И вот принцип... Это нарушение принципа равноправия сторон. Я та же сторона судебного разбирательства Здесь же вопрос не только в принцип равноправия, но они связаны принцип равноправия и состязательности. Если одной стороне создаются преференции, а другой стороне создаются препятствия, в том числе в ознакомлении с документами, в получении этих документов, ну, все. Принципы состязательности и равноправия нарушаются, а на судью возложена обязанность действия независимо, объективно и беспристрастно обеспечивать реализацию прав любому участнику судебных разбирательств. Статья 12 в полном объеме. Возьмите, прочитайте. И нарушение прав любого, ну, конечно, каждый сам за себя в судебном процессе. Ты не знаешь, каждый сам за себя. Если ваши права нарушены, извините, скажите, а почему? А ничего у нас, я какая-то это, какая-то ниже, что ли, их? Почему вы им направили, а я почему униженная, оскорбленная здесь сижу? Восстанавливайте мои права. Я же против могу выступать собственного того же сына или соответчика. Каждый сам за себя. Я сегодня 162-ю вам статью читал. Каждый выступает собственник самостоятельно. Все, у меня есть самостоятельное основание. Основание для заявления отвода. Вы подавайте, они все равно откажут вам удовлетворение, но самое главное вы подавайте, чтобы вот каждый из нас, подавая заявление об отводе и излагая в этом заявлении те или иные обстоятельства, которые свидетельствуют о нарушении принципов состязательности, равноправия, независимости, объективности, беспристрастности, воздействовать на судебную систему. Все. Поэтому наша с вами задача научиться воздействовать на судебную систему, чтобы судьи плавненько-плавненько не сразу, постепенно начинали приучаться к тому, что они имеют дело с равноправными гражданами и с равноправными участниками судебных разбирательств. Самое смешное, 28 апреля он поддает это заявление, 17 мая полная тишина, ни на сайте, нигде, ничего. Ну, я взяла жалобку, написала от его имени и 17 числа отправила. И 17 числа появилась сразу же информация на сайте суда, что принято заявление. Ну, это хорошо. Они еще хотели, видно, его прокатить вот в этом плане. Хотели, хотели. Понятно. Хотели. Хотели, еще как хотели, потому что отменять это, соответственно, решение, которое они приняли в нарушении Конституции, произвольно лишили людей жилья. Вот произвольно. Конечно же, никто не будет. Они сейчас, мы прекрасно понимаем, что это п***, они везде пытаются заработать на всем. причем вообще вот сейчас на самом деле, когда начинаешь осознавать все то, что произошло за последние 10 лет в судебной системе и вообще в стране и люди возвращаются за своей собственностью к ним же, которые лишены были имя же собственности произвольно, то у них сейчас просто шок наступает, а люди возвращаются за своим. Это правильно, правильно, надо восстанавливать законность и правопорядок на территории страны, хватит уже терпеть вот эту погонь, которая сегодня торгует нашими правами, свободами, нашим собственностью, а и торгует в открытую там, шок у них, не надо шок, наоборот, надо всех их там ласы загибать, и он. Правильно вы говорите, не важно, что делают они, важно, что делаем мы. Совершенно верно. И вот до 16-го часа у меня есть время, и я уже начинаю готовиться очень серьезно. Правильно, молодец, уважаю. Ну, благодаря вам. Вы нас научили бороться с ними, не бояться. Приходите правду макую в глаза лупить. Правильно. Все, спасибо. Успехов, Ирина. Еще дополнение и вопрос есть? Да, дополнение можно, да, Леонид? Да, слушаю. Любовь, по-моему, говорила о том, что они договор никак не могут официально заключить. Но, если у вас есть своя оферта, своя сторона, и они отказываются, но вы приняли этот текст на общем собрании, официально им предоставили, они отказываются подписывать, у вас есть полное право подать в суд и обязатель заключить этот договор. Хорошее дополнение. Так, еще вопросы есть, уважаемые участники площадки? Да, здравствуйте, Виктор, вопрос такой. Да, слушаю. У меня в материалах дела отсутствует протокол общего собрания собственников, есть только протокол собрания совета директоров, то есть протокол номер два, и там договор уже с собственников, с советом, с управляющей компанией. вот как быть, чтобы, то, что вы, как вы говорите, чтобы изучать материалы дела из того, что присутствует? Значит, Рашид, давайте сделаем вот как. Значит, первое, что мы с вами должны определиться, смотрим документы, потом принимаем решение. Вы мне прислали документы, я там немножко пробежался, посмотрел глазками, но, скажем так, вам как срочно этот вопрос надо разрешить, который вы сейчас поставили? Нет, не срочно, просто надо понять по, мне к защите готовятся, потому что приказ я отменил, судебный. Понятно. Защита или к нападению? Значит, защита подразумевает нападение, поэтому не следует воспринимать наши с вами действия только с позиции нападения, нападения защиты своих прав. Вам, у вас основанием для внесения оплаты является только решение общего собрания собственников, в вашем распоряжении его нет. Раз его нет, значит, вы не можете реализовать свои права и также не можете исполнить свои обязанности. Отсутствие документа, удостоверенного надлежащим образом, лишает вас такой возможности. Вот вам первый довод, почему вы не платите той или иной организации. После представления этих документов, удостоверенных надлежащим образом, вы ознакомитесь и примете решение, следует ли устанавливать правоотношения с этой организацией, либо следует отказать ей в полном объеме. Вот все. Позиция простая. Запрашивать смысла нет у них. Почему нет? Почему нет? Почему нет? Напротив, вы, смотрите, у вас сейчас появились какие-то документы, которые до этого момента у вас отсутствовали. Правильно? Да. Ну вот. Да, да, да. Сейчас я вас как раз и обучаю тому, что вы ознакомились с документами и смотрите, какие реквизиты есть, какие реквизиты отсутствуют, и уже определяете свои дальнейшие действия. Отсиживаться? Зачем отсиживаться? С момента, как вы получили приказ, вы начинаете атаковать тех людей, которые подали заявление о вынесении судебного приказа. Вы говорите, так ни хрена себе ты что это? Ты, значит, за судебным приказом ты пришел, а ко мне-то ты почему не обращаешься? Я полноправный участник гражданских правоотношений. Ты должен был сначала ко мне обратиться, а потом уже бежать в суд за приказом. А ты ко мне почему-то не обращаешься? А сейчас туда побежал. А что это такое? Что происходит? Вот в чем заключается ваша гражданская позиция. Ты почему в суд-то побежал? А ко мне-то почему не пришел? Почему мне не направил предложение установить правоотношения? А раз ты мне не направил, значит, извини, значит, ты чувствуешь, что у тебя что-то не все в порядке с документами. Ты потому в суд и побежал. Потому что суд у нас поганый и гнилой. Но это вот, извините, Рашид, я вот смотрю, многие присылают решение. Сегодня во Вконтакте выложили решение Челябинского какого-то там суда, что он отказал управляющей компании удалить требования взыскания задолженности. Сижу, читаю, вот, ну, ладно, выступил суд в защиту права собственника. Но как он составил это решение, извините, за такое решение в морду нужно дать, чем им восхищаться. Потому что либо судья дурак, либо он вообще не понимает значения своих действий и не может имя руководить, а ограниченно дееспособный. А это значит, что в апелляции та сторона может отыграть себя обратно? Совершенно верно. Они такие залепухи кидают. Итак, уважаемые участники площадки, время 13 часов одна минута Москвы, 25 мая 2021 года. Я предлагаю завершить нашу конференцию. Следующая конференция у нас предположительно состоится в четверг в 11 часов Москвы и ее начало. Мы продолжим исследовать вот этот договор управления. Будем исследовать действия, которые были совершены управляющей организации и эти действия будут доказывать о том, что перед нами та организация, с которой нельзя устанавливать правоотношения ни при каких обстоятельствах. Ну, я думаю, что сегодняшняя конференция дала вам достаточно пищи для размышлений, достаточно знаний для того, чтобы более уверенно себя вести в судебных инстанциях при разрешении вопросов, связанных с установлением правоотношений с той или иной управляющей ресурсоснабжающей организацией, а также вопросы, связанные со взаимодействием с этими управляющими ресурсоснабжающими организациями. Всем пока-пока, рад вас всех видеть, особая благодарность Любови, особая благодарность Леониду за дополнение, которое они здесь представили. Пожалуйста, приходите на площадку, будем обсуждать наши вопросы и двигаться вперед к вершинам мастерства. Всем пока-пока, здоровья и успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok